По статистике потребители чаще всего заявляют о нарушении в правах в сфере розничной торговли. Наиболее распространенная причина – отказ в обмене или возврате товара надлежащего качества в течение 14 дней или продукции, не соответствующие качеству в период гарантийного срока. В 2021 году участились случаи оказания услуг ненадлежащего качества по изготовлению мебели. Выявлены факты мошенничества при заключении договоров. Сфера электронной торговли немногим уступает. Здесь сложнее приходится тем, кто сталкивается с нарушителем виртуальным. А вот обманом реальным по этому сферу электронной торговли контролировать труднее всего. И доказать факт мошенничества тоже непросто. Ну, надо сказать, что департамент провел пять проверок субъектов крупного бизнеса. В рамках обратной связи мы уже практикуем выезды в регионы. В прошлом году мы буквально выезжали, встречались с населением поселка Чаглинка и с абитуриентами их колледжа. Стоит отметить, в сфере реализации действующего закона о защите прав потребителей возникли некоторые трудности. В 2022 году с целью усовершенствования правовых норм защиты потребителей будет продолжена работа над внесением второго пакета поправок в законодательство по защите прав потребителей. Разработан проект концепции, где предусмотрено создание Национальной ассоциации общественных объединений по защите прав потребителей и внедрение института омбансмена. Для разрешения проблемы применения вот той самой трехступенчатой, значит, трехступенчатого механизма защиты прав потребителей предлагается внести изменения, исключить в нем лишние барьеры для реализации конституционного права потребителя на его судебную защиту. Ведется работа по передаче в подведомственное комитет, дополнительно именно рассмотрение административных дел по статьям 157, это ложная реклама, и 190, статья, часть первая, это обмен, обвес, обсчет потребителя. Проблемы имеются и в правовом поле электронной торговли. В планах законодательно урегулировать отношения между покупателем и предпринимателем. Специалисты отмечают, что перечисленные нововведения выведут систему защиты прав потребителей на принципиально качественный уровень. Урегулирование имеющихся проблем, в свою очередь, повлечет положительные изменения в процессе защиты потребителей.